Хочу представить первого докладчика, это Александр Яковчук, человек с уникальным опытом работы как в крупных компаниях, таких как BHP, Billiton, Goldcorp, ReaTinta и довольно много участвовал в успешных и нью-йорных проектах, именно и международных и российских. И, Александр, вам слово. Как получается, мы с Тамарой ходим парой, уже несколько нью-йорных сессий прошли вместе. И вначале я хочу поблагодарить СПБ-биржу за приглашение. И я был удивлен, что СПБ-биржа находится в Москве, по крайней мере, этот сектор. И месяц назад, примерно месяц назад, такой же точно доклад я делал на Московской бирже при участии Михаила Ивановича Лескова, который здесь присутствует. Мы собрали информацию, поэтому, если кто это слышал месяц назад, я прошу прощения, но, думаю, ничего, если послушать еще раз. О себе, ну, я консультировал действительно много компаний. Я 21 год в Лондоне прожил, в августе вернулся и работал в BHP и Goldfields. Это как самые-таки долгосрочные проекты в крупных компаниях. А с 2008 года я занимаюсь разными юниорами, ну, наверное, в совокупности порядка десяти. Причем это разные страны. Это Россия, Казахстан, Киргизстан, Монголия, Финляндия, Сербия. Вот примерно такой разброс, ну, и всякие там такие разовые вещи в других еще странах, чтобы было понятно. Я являюсь компетентным лицом для Лондонской биржи и для биржи в Торонто. Ну, вот, если сравнивать московскую биржу и СПБ биржи, это как Торонто и Ванкувер. Мы посмотрим, кто победит, кто будет успешнее. Но, тем не менее, я думаю, что сама инициатива сам по себе достаточно интересна, чтобы в России такое стало возможным для проектов в основном ранней стадии. Ну, с чего начнем? Что классические юниоры обычно не имеют денежных потоков. И вот о чем Тамара говорила, в случае полиметала не имел полиметал денежных потоков от собственной добычи. Там был предыдущий бизнес, насколько я понимаю. Но, тем не менее, именно в горном секторе у них не было своего потока. Поэтому, в принципе, полиметал удовлетворяет классическому определению. Ну, и долгое время полиметал оставался, собственно, вне биржи, как Тамара сказала, до 2011 года, несмотря на то, что Дукат был запущен, когда в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Ну, то есть, достаточно долго уже имея производство, полиметал оставался вне биржевой компании. Специфика есть у российского горнодобывающего бизнеса с тем, что многое из того, что мы видим, является продуктом приватизации 90-х годов, как уже работающих предприятий, так и каких-то месторождений, которые были разведаны к 91-му году или находились там в резерве по разным причинам. Это было запущено. И этим, собственно, определяется ключевая разница, скажем, с Канадой, где на ранней стадии у юниоров существует риск открытия или не открытия. Здесь, как бы, этот риск снимался за счет того, что месторождения уже были открыты. И дальше был вопрос, где найти деньги, чтобы эти объекты развить. Ну и в связи с этим второе отличие, которое присутствует, это то, что все-таки канадские юниоры, которые самые многочисленные в мире, примерно на 75% они финансируются за счет инвесторов из США, чтобы вы понимали, это не чисто канадские деньги. Они все-таки специализируются на открытиях месторождений, доведения их до определенной стадии, а потом их покупает крупная компания. И те, кто это делал, переходят, если захотят, если им понравилась игра, и начинают что-то новое в какой-то другой стране или в той же стране, если все благополучно. Поэтому отличие российских юниоров заключается в том, что многие из них переродились в крупные компании, причем это не только полиметалл, то же самое можно сказать про Нордголд, например. И все это означает, что в России пришло очень много неофитов, то есть людей, которые до 1991 года никогда не специализировались в горном секторе, и также пришло довольно много иностранцев. Поэтому, если говорить о том, есть собственное производство или нет, то, например, такие компании, как «Полюс», не могут считаться юниорами с нашей точки зрения, потому что на той же Олимпиаде было небольшое производство, порядка 1,5 тонн золота в год еще с позднесоветских времен. Занималось это им, собственно, артель «Полюс», которая переродилась в «Полюс золота», которая, как мы знаем, сейчас при смене владельцев. Или, допустим, артель «Чукотка» на «Чукотке» тоже, собственно, юниором не является. Они просто перешли с рассыпного сектора на, как и некоторые другие, на коренной. Ну вот, если говорить о «Полиметалле», «Петропавловске», «Нордголд», то, собственно, они были юниорами на ранней стадии, и это нужно как бы в этом отдавать отчет. Мы с Михаилом Ивановичем буквально на коленке за, там, не знаю, 2-3 дня собрали, сколько же, собственно, было проектов. И с 91-го года оказалось, что таких проектов, от которых остались какие-то разведанные ресурсы, было около 60. Если включать те, которые закончились ничем, то я думаю, что эта цифра, безусловно, уйдет за 100. Поэтому юниоры, они существовали с 91-го года. Другой вопрос, откуда деньги были, как они искали. Ну, кто как может. Поэтому сейчас следующие несколько слайдов покажут, что, собственно, происходило. Красным цветом обозначены компании, на которых построены к настоящему моменту рудники, причем не обязательно это золото, может серебро выйти или другие металлы, которые, собственно, были известны к концу советского времени. Вы видите, что их достаточно много, но они составляют примерно чуть меньше половины. То есть не доминирующие, безусловно, число. Если говорить о советских активах, которые пока не реализованы в руднике, но они как бы известны давно как месторождение, то вот голубым цветом показана Интергео, всем известная, с проектами Кингаш и Аксук. Это Санголд Ключевский, с которого я, кстати, прилетел только что вчера. Металл в Восточной Сибири – это зерное месторождение в Бурятии и Холонницкое тоже в Бурятии. Дальше. Компании рудники, которые целиком получились на новых открытиях за вот эти 30 лет. Вот зеленым цветом показаны, но вот вы видите, что здесь присутствует целый ряд компаний. Так, почему-то сюда не попал, инмайник не попал, потому что рудникам это не стало. Но это, наверное, самая удачная продажа была юниорного проекта в истории России после 1991 года. Черным цветом показаны объекты, ну, как и инмайнинг, на которых, собственно, ресурсы есть, но это не реализовалось в рудниках по тем или иным причинам на данный момент. Я лично сейчас работаю, ну, вот не будет показано, но вот вы видите, Орсометаллс. Это продолжение, собственно, Ключевского месторождения. В принципе, компания была публичная на бирже Лондона и Манкувера. Сейчас проект продан, продан казахскому инвестору. Казахский инвестор тратит в этом году объем финансирования на 37 тысяч метров бурения, то есть достаточно серьезная цифра. В принципе, как бы проект продолжает жить, но под другим зонтиком. Ну, и вот ряд других Амур Минералс и Амур Минералс, они разное там окончание имеют. Это то, что преобразовалось, в частности, проект Малмыш, который все знают, то, что попало в русскую минную кампанию впоследствии. Начинали это все юниоры. Ну, можно говорить практически обо всех остальных то же самое. Я в деталях и не буду как бы останавливаться, там в кулуарах можно поговорить. Ну, вот и анализ этих 60 проектов. Получается, что 27 компаний, то есть меньше половины, они основаны на советских месторождениях. Три советских актива остались нереализованы в руднике, то есть все вместе. Это будет 30, то есть ровно половина от этого числа. 15 проектов, то есть 25 процентов – это иностранные деньги, так или иначе. 10 компаний основаны на постсоветских открытиях. Я здесь не говорю иностранные деньги или российские деньги, вот так 10. И 9 компаний, проектов сейчас находятся в стадии георазведочных работ. То, что черным цветом было показано. Список далеко не полный, но я думаю, это дает представление о том, что из себя представляет. С нашей точки зрения, крупнейшие проекты по влиянию на общий рынок российский, в первую очередь, это, безусловно, геометалл, самый первый проект, который был реализован на месторождении Кубака. И они смогли привлечь финансирование как с российской стороны, так и тогда эта компания называлась Cypress Amax американская, она вошла. Потом это стало Экинроссом и так далее. Bima Gold, компания, которая много чего сделала, в частности, объект Джульетта, такое месторождение, и тот же Купол, после того, как там за деньги Чукотской администрации были пройдены работы, собственно, до объекта мирового класса его довела Bima Gold. Highland, по понятным причинам, в деталях не буду останавливаться, то есть, как бы там проблем не было с деньгами, полиметалл уже упоминавшийся. Интересная история о компании Pavlik, которая, собственно, запустила давно известный проект, но он долго висел и как бы в плохих руках был, но вот у моих владельцев он засверкал. Энмайнинг я уже упоминал, наверное, самый удачный проект с точки зрения реализации конечному инвестору. Да, ситуация сейчас все изменилась. Это то, что касается золота и серебра зеленым, то, что касается меди, уже упоминавшейся о Мур Минералс, и вот была такая компания Юрико Манин, которые тоже, кстати, акционеры полиметалла имели отношение косвенно. Они сделали Михеевское и Томинское месторождение порфиры, которые сейчас отрабатывает русская медная компания. ПАНа остается, как бы вопрос реализуется или нет, но это уже из области платиноидов. Кунманьо – это никель, это тоже там английские инвесторы, хотя изначально буквально с вертолета нашли цветную аномалию, когда Фальконбридж пытался повторить аналог ОЗИС-Бэя в Канаде. Ну и Архангельский Геодобыч – тоже интересный пример по алмазам в Архангельске. Теперь буквально два последних слайда. Вот мы видим слева, как менялась золото добычи в России с 1991 года. Доля рассыпи снижается, доля коренных увеличивается. Строго говоря, коренная добыча увеличилась в 8,5 раз по сравнению с тем, что это было в 1991 году. А вот картинка справа показывает, какое конкретное месторождение, собственно, что вложило. Ну вот вы видите тоже двойное, которое находилось в руках юниора. Тот же Пионер или Покровская, которые были, собственно, поисковыми проектами. Ну, Покровская была разведана, Пионер нет. То есть юниоры, они внесли серьезный вклад, да, потом они вошли в крупные компании, но изначально это были юниорные проекты. По меди, пожалуй, вот когда я говорил о Михеевском и Томинском, вот малиновым цветом показано, за счет того, что эти проекты в результате были реализованы в руднике, Россия в 2020 году на 20% увеличила добычу меди. Если бы этих проектов не было, вы понимаете, что, в принципе, все бы оставалось примерно в том же роде. То есть колчеданное месторождение ОГМК и медно-никельное месторождение Норильский никель. Вот вклад юниоров. Но многие из них, естественно, прошли мимо биржи или попали в биржу потом. Поэтому вопрос, как это будет реализовано. На этом спасибо. Мы тогда переходим, собственно, к первым уже докладам, которые касаются таких успешных примеров в кейсах юниорных компаний. И первый у нас Михаил Дамрин, генеральный директор копия Голфилд. Это одна из наиболее динамично развивающихся компаний. Я бы добавила, несмотря ни на что. Поэтому вот Михаил нам сейчас расскажет. Добрый день. Спасибо, что пригласили и дали возможность рассказать о компании. Я, наверное, может быть, не буду где-то очень сильно обобщать. Расскажу на примере нашей компании, как мы развивались, какими, может быть, проблемами столкнулись, с какими-то небольшими, может быть, обобщениями. И если будут какие-то вопросы, пожалуйста. Касаясь истории нашей компании, мы были созданы в 2008 году в Швеции. В основном со шведскими акционерами. Мы котируемся на бирже Nasdaq First North в Стокгольме с 2010 года. По ссылочке можно, в принципе, выйти на биржу, посмотреть котировки. В 2014 году мы заключили СПС по высочайшим по поискам разведки проектора Красной в Водовинском районе. До сих пор активно развиваемся в этом направлении. В 2020 году заключили сделку слияния с компанией «Амурзолото». После этого перестали быть юниорные, стали добывающие компании. В 2022 году, в прошлом году, в рамках различных внешнеполитических ограничений реструктуризировались. Создали внутри России компанию «Ауага Майнинг», которая консолидирует весь бизнес российский и нероссийский тоже. Основной производственной единицей в группе является «Амурзолото», одна из старейших компаний, наверное, начатая еще в 1970-х годах, как производственный кооператив. Сейчас в основном это рудная добыча на трех участках в Хабаровском крае. В прошлом году приобрели долю в компании «Золотая звезда» в Хакасии, тоже одна из старейших золотодобавающих компаний в России. Что такое юниорная компания? Может быть, присоединяюсь к тому, что рассказывал Александр. Это компания, в принципе, условно, это какой-то неокр в горной отрасли с небольшим сроком жизни, которая работает на своих лицензиях, не оказывает услуги. Это не компания, оказывающая услуги по геологоразведке. Это именно компания, работающая на своих лицензиях. У нее выручки нет, соответственно, финансируется за счет эмиссии. Обычно за счет долгового финансирования очень редко. Биржевая торгуется на бирже, прозрачно, публично, мобильно, с небольшим персоналом, что существенно обычно директора менеджмента большую долю в компании имеют. Но это либо один проект, либо несколько, но чаще всего в одном регионе. Типовые компании, добавляя к тому, что сказал Александр, это обычно ООО сейчас в России, если говорить про юниорные компании. Структура такая, как ООО, наверное, все многие сталкивались, это проблема с выходом. Наверное, типовая проблема юниорной компании, собственно, оценить результаты ГРРР. И каким-то образом понять, стоит двигаться дальше или не стоит. Ключевой пример для многих знакомых, это по итогам ГРРР на месторождение открыли, условно защитили даже, 3 тонны золота с содержанием 1,5 грамма. И, собственно, что из этого дальше? Если это рядом, не находится никакого действующего другого какого-то рудника. В основном все юниорные компании, они не прубличные, не прозрачные. Вот вопрос, как оценить результаты ГРРР, оценить их с точки зрения технической, оценить их с точки зрения двигаться дальше, не двигаться, и оценить их с точки зрения денежного результата, если продавать. Это, в принципе, всегда очень сложно, если компания не публичная. ООО, еще раз, это как бы сложные корпоративные согласования разных акционеров, которые пришли с коротким часто горизонтом. Выйти сложно, в дальнейшем как-то переориентировать работу дальше тоже всегда сложно. Есть большой ментальный разрыв, обычно приводят проекты в юниорные компании геологи. Есть часто непонимание, что такое между геологами позитивные результаты, что такое позитивный результат с точки зрения инвестора. Рыночная цена. Оценить проект на стадии вторичных геохимических аномалий в России, кроме как по историческим затратам, наверное, вообще никак невозможно. И еще проблема с компанией типа ООО, это то, что все затраты, а в ГРРР на стадии поисков, наверное, большинство затрат все-таки неудачные затраты, они всегда висят на балансе, они не списываются, никто не стремится их списывать. И любые дальнейшие решения по продаже, например, компаний, поскольку лицензию, к сожалению, продать нельзя, они упираются в то, что, собственно, вот эти понесенные затраты, их надо как-то компенсировать. Есть классическая, очень классическая в геологоразведке цитата о том, что ГРРР – это экономическая деятельность, это не научная и не техническая деятельность. И поэтому в экономической деятельности результат открытия месторождения – это тоже финансовый результат, экономический. И если геологи открыли месторождение, потратив на это много сил, знаний и денег, а месторождение не очень рентабельное, никто ее не хочет покупать, то это на самом деле неудача большая. Юниорные компании обычно никогда не являются добывающими. Вот компания в тот момент, когда она становится добывающей, она перестает быть юниорной, потому что обычно инвесторы, которые инвестируют в юниорные компании, в добывающие компании, это разные инвесторы совершенно. И как все наверняка сталкивались, в крупной компании согласовать выделение бюджета на поисковые работы, поисковые на стадии поисков, именно поисков оценки, это всегда очень сложно. Вот согласовать какой-то бюджет на покупку бизнеса, уже действующего с запасами, это просто, гораздо проще, чем согласовать проведение, получение поисковых лицензий, особенно в каком-то регионе, где текущие работы не ведутся, не вокруг действующих ГОКов, а вокруг что-то совершенно новое. Это всегда очень сложно, потому что инвесторы от добычи в поиске идут очень сложно. Стоимость результатов ГРР, как еще раз, может быть, упоминал, оценить очень сложно. Если компания добывающая, то это, понятно, какая-то финансовая модель, какой-то NPV можно посчитать. Если компания на уровне оценки запасов, каких-то результатов, то NPV обычно нельзя использовать, какие-то мультипликаторы, которые всегда очень непрозрачные. Ну и цели структуры нью-йорной компании, они тоже немного разные. Почему нужны, в принципе, биржевые компании? Биржевые компании – это лотерейный билет. То есть, если много инвесторов, соответственно, все вложили по тысячу долларов, получили миллион долларов, в принципе, такой небольшой бюджет, чтобы начать какие-то поисковые работы. Соответственно, если результат будет не очень позитивный, то тысяча человек потеряет по тысяче долларов. Ну, в принципе, ни для кого это не разорение. Но если будет один инвестор, вложивший один миллион, для него это гораздо более сложное, именно такое житейское решение, как дальше двигаться. Юниорные компании биржевые, в принципе, на бирже, капитализация юниорной компании – это как раз и есть оценка ее успехов. Если она что-то открыла, у нее один проект, соответственно, стоимость этого проекта – это капитализация этой компании. И не надо там придумывать хитрые, сложные формулы, как оценить количество аномалий и каким образом их как-то мультиплицировать. Они в целом, биржевые компании более стабильны, потому что биржа, как и все регулирующие органы, накладывает разные ограничения и раскрытия. Они раскрывают больше информации, более структурированы, более стабильны. Кроме того, всегда у биржевой компании есть возможность размыться, сделать новую эмиссию. Может быть, она будет разорительна и сильно размываема для предыдущих акционеров, но, тем не менее, она позволит дальше компании развиваться. Могу сказать на нашем примере, что за 13 лет существования не было года, наверное, когда мы не могли провести эмиссию. То есть эмиссию можно провести всегда, ну, за исключением, может быть, последнего года. Несмотря на то, что, может быть, не очень хорошая оценка при эмиссии, может быть, большое разбытие, но ее провести можно всегда. Может быть, немножко устаревший график с 2017 года, это допандемийный, но, тем не менее, он показывает, насколько в плане новых проектов Россия отстает вообще от всего мира. То есть основные страны, где, в принципе, развиваются ГРРР, это Австралия, Канада. Каким-то образом, это страны Африки, где-то Южная Америка, Россия. Несмотря на то, что все геологи в мире, кто так или иначе связан с полезными ископаемыми, они все признают, что, да, за Россией есть огромный потенциал открытия новых месторождений, но, тем не менее, количество новых проектов России, оно, в принципе, пренебрежительно мало. Существенный момент для юниорной компании, собственно, финансовый цикл. Тенденция такая, что инвесторы вкладывают деньги в геолого-разведочные работы после того, как начинают расти цены на сырье. Например, начинают расти цены на золото, через год начинается бум вложений в геолого-разведочные проекты. Но цены на сырье, они имеют тенденцию как расти, так и потом снижаться. То есть есть какие-то циклы, суперциклы, этому много разных исследований посвящено. Но, в общем и целом, если брать не суперциклы, а какие-то локальные циклы, то это где-нибудь, может быть, 4-6 лет. То есть он растет, например, цена на золото, потом приспадает, потом снова растет. Ну что существенно, вот если брать проект от поисков до стадии даже не подсчета запасов, наверное, подсчета какой-то оценки, ну с промежуточной стадией, это в тех же 4-5-6 лет всегда пройдет. То есть получается, что деньги начинают инвестировать на растущей цене, а когда, если проект даже он технически выйдет удачный, мы попадаем на спад цикла. И на спаде цикла, собственно, все цены начинают, особенно на новый проект, они начинают существенно падать. Если, например, компания занимается добычей, условно, вы посчитали NPV, от финансовую модель, посчитали NPV, условно, цена на золото упала с 1900 до 1600, наверное, проект, если он живой, то он останется живым. Но если смотреть мультипроекторы, особенно на ресурсы, на растущем рынке, на падающем рынке, они будут отличаться в разы. То есть то, что, например, компания вкладывает на растущем рынке в ГРР, даже если она получает открытие, месторождение, на падающем рынке из-за мультипликаторов, у нее на успешный результат работ получится негативный результат. То есть она потратила денег больше, чем она может продать свой успешный проект на падающем рынке. То есть вот эти циклы, это не суперциклы, это именно циклы и цикличность инвестиций в ГРР, время проведения ГРР, получения результата, изменения циклов цен на полезные ископаемые. И она очень важна, чтобы понимать, что успешный проект, удачно проведенный, может быть нерентабельным финансово. И что еще существенно очень важно, о чем, к сожалению, очень многие не думают, когда инвестируют, это то, что юниорная компания, это не комодити, она не торгует золотом или не торгует медью или чем-то, она торгует проектами. Соответственно, компания в золотодобыче, в ведущих ГРР на золото, открыла месторождение, какое-то, допустим, удачное, сколько-то там, я не знаю, 10-12 тонн, и ей его надо продать. И вот количество покупателей на это месторождение будет существенно зависеть вообще от рынка. Оно это не комодити, оно не будет привязано там к биржевой цене. Оно будет зависеть от того, сколько есть желающих купить именно это месторождение, именно в этом регионе, в данный, скажем, финансовый цикл вообще развития общества. То есть вот это вещь, которую очень существенно тоже нужно иметь в виду. Ну и что нужно для развития юниоров? Я думаю, что наша страна, если смотреть на нее, она, наверное, близка к Канаде, и горная отрасль, минеральные ресурсы наверняка должны развиваться. И нужно стимулировать в них инвестиции, нужно создавать национальные торговые площадки. То, что предлагает биржа Санкт-Петербурга, я думаю, это очень хорошее начинание. И нужно предусмотреть разные другие моменты, о которых много раз говорили. Это стандарты раскрытия информации георазведочной, это некоммерческие институты разных специалистов в горной отрасли. Упрощение администрирования. И что существенно, на самом деле, это возможность роста генерной компании в добычу. Как ей привлечь финансирование, если она открыла месторождение. То есть стимулирование тех же банков или каких-то других финансовых институтов вкладывать деньги в проекты на уровне project financing. Спасибо вам большое. Михаил, я так печально рассказываю, у меня просто вопрос. Вы вот после стольких лет работы в юниорной компании, потом в мейджеры, прошли бы этот путь заново или нет? Ну, вы знаете, вы вопрос задаете, вот если бы вы хотели изменить что-то в своей жизни, поменяли бы вы или все сделали бы точно так же. Конечно бы я что-то поменял, потому что человек, развиваясь с опытом, он какие-то вещи видит по-новому. Наверное, бы я остался в этой отрасли, отвечая на ваш вопрос. Но какие-то вещи, которые я делал 10 лет назад, сейчас бы я их, может быть, делал тоже, но немножко по-другому. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо Михаилу за такой действительно взгляд на юниорный сектор с точки зрения человека, который все это прожил. Продолжение следует...